Сегодня глава Хакасии провел первое принципиально важное совещание по новым нацпроектам. На нем заслушали большинство руководителей республиканских министерств. По каждому ведомству десятки проектов. Работа проделана колоссальная. Все цифры в кратчайшее время нужно защитить в Москве. Республика заявилась сразу в 11 нацпроектах. Федеральный бюджет готов выделить на реализацию планов по всей стране в общей сложности 25 триллионов рублей. На часть проектов республика уже получила зеленый свет. Принято решение о выделении региона 2 миллиардов рублей на строительство школ, детских садов в Абакане и в селах республики. Еще один миллиард пойдет на поддержку предпринимателей. Поддержка семей и старшего поколения, строительство семи детских садов и новых спортивных площадок. Все это в рамках проекта «Демография». Серьезные заявки и у Минздрава, в частности по привлечению кадров. Из республики начали уезжать врачи. Строительство амбулаторий, ФАПов, новое оборудование. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь мы в 2019 году планируем приобрести оборудование для Абаканской межрайонной клинической больницы на 54 миллиона рублей. Планируем разработать проектно-смертную документацию в лечебном комплексе республиканской больницы для размещения МРТ и ангиографа. Запланировано развитие детского здравоохранения и строительство трех детских поликлиник в Аскезе, Черногорске и Абакане. Миноборнауки нацелен на подготовку кадров и развитие новых технологий. Самый большой и актуальный проект – это современная школа. В нем 8 направлений. Мы должны к 2024 году построить 10 сельских школ, ввести в селе новых мест 1560. Расширится и технопарк «Кванториум». Рядом с республиканским центром откроют муниципальные – в Саиногорске, Черногорске и Абакане. Вопросы жилья, дороги, экологии, направлений работы множество. Вся эта работа будет идти системно и под особым контролем республиканского правительства. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.